Просто неожиданно Булкин и Оля едут сдавать тест на коронавирус. 68 тысяч рублей стоит аккумулятор. Атмосферка 6,2. Задний привод. Кто у нас такой красивый? Процедура неприятная, особенно когда из носа берется мазок, но это довольно-таки быстро, но немножко потерпеть, с чем на пяти секунд. Вот так надо, кстати, спорт плюс включить, немножко попердеть выхлопом. Я бы не помню, не помню. Нормально. Ребят, вы когда-нибудь видели, что Булкин плакал? Да, сказать, что в Питер пришло лето, причем такое, честно говоря, рассказал бы мне кто, я бы не поверил. Друзья, всех приветствую, с вами Булкин и добро пожаловать на новенький влог на моем канале. И знаете, это тот самый влог, когда я еще до конца не понимаю, что в нем будет. Я думаю, что здесь будет несколько дней. Ну, такой просто жизненный влог, как бы, что происходит в жизни. Вот сейчас буду все просто по порядку рассказывать. Поэтому, друзья, кому нравится подобный формат, ставьте лайк. Приятного всем аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра. Значит, ситуация. Ситуация очень жарко. Ситуация М5, F90. Пока что она, значит, собственно, у нас такая. Там сзади у нас Цежка. Пингвинчик на Цежке. И, собственно, еду я на ТО. Потому что пришло время отдать тачку на дилер, чтобы пройти ТО очередное. И, собственно, фу, бля, как жарко тут, пиздец. Вентиляция, не вентиляция, блядь. Все, ничего, все работает, ничего не помогает. Плюс 29, друзья, плюс 29 градусов, реально. Для Питера это пиздец. Учитывая, что на этой неделе вообще обещают плюс 32, я не знаю вообще. Я, как бы, сам по себе жару, ну, как бы, мягко говоря, так, не любитель всей этой темы. Но, блядь, ну, ладно, как бы, хорошо, пусть лето будет реально жарким. Собственно, друзья, едем мы в две тачки, потому что, ну, как бы, ТО дело не пятиминутное. В принципе, я думаю, что это займет минут, минут, ага, минут, несколько часов. То есть, я сейчас отдаю птачку в обед, по идее, к вечеру должна быть готова. Не знаю, дадут ли мне подменку. Конечно, в последний раз мне давали 520-й дизель, но, как бы, я решил перестраховаться, не узнал, что этот вопрос. И, в общем-то, вот, пингвинчик на С-шечке, собственно, меня подберет, поедем дальше по делам, так сказать. Короче, ребята, история, на самом деле. Ну, помимо того, что я сегодня отдаю М5-ю на ТО, вроде бы ничего интересного. Значит, по М5-й сразу новости. Планирую расклеить. Опять же, об этом я говорил в своем инстаграме. Те, кто подписан, уже в курсе, в принципе, давно. Подписывайтесь, Булкин СПБ. Много контента, много всяких, всякой информации. И вообще, все очень круто. Планирую все-таки уже расклеивать. Думал сначала, помните, я говорил, что, скорее всего, сниму вот эти антикоронавирус, все наклейки. Оставлю зелено-черный винил этот. Но думаю, что я что-то соскучился по синему цвету родному. Вот, просто затянув бронепленку. Ну, по крайней мере, такая мысль пока есть. Может быть, вы в итоге увидите что-то другое, я пока не знаю. То есть, это пока такой вопрос непонятный. На самом деле, друзья, чтобы вы понимали, насколько редко я катаюсь на М5-е в 90. У меня здесь лежит шапка. Просто, как бы, в тачке лежит шапка. И вот, как бы, вот, видите, пыль скопила. Сейчас, короче, надо будет на дилере попросить, чтобы помыли. Хотя, наверное, у них дорого. Ну, хрен знает, посмотрим. Короче, нужно люк сделать, потому что реально тачку давно уже не мыло. Она вроде с виду-то ничего такая, а вот внутри пиздец. Просто тупо пыль осевшая. Ну, реально, ну, как бы, я... Почему редко эксплуатирую, спросите вы? Ну, потому что... Бля, хороша, хороша, хороша. Ну, во-первых, на самом деле, самое основное, это пробег. Вы знаете, что я зациклен на таких машинах. Я не люблю накатывать пробег. Тем более, есть, как бы, возможность ездить на других машинах, эксплуатировать. Вот, поэтому М5-м 90 такая тачка все-таки выходного дня. Для контента, для гонок каких-то, да, для каких-то заруб и так далее. Поэтому, как бы, я стараюсь минимизировать лишние поездки. Вот, ну, и на самом деле, чтобы эмоции новые, знаете, ну, реально, как вновь, как новое дыхание такое, когда садишься каждый раз. Ну, все-таки 800 плюс сил, это не шутка. И, как бы, конечно, если будешь ездить каждый день, привыкаешь ко всему. Вот, и, может быть, в какой-то степени я, конечно, привык, но когда ты не ездишь какое-то время, а потом садишься, эмоции, как в первый раз, короче. Поэтому, так, надо, кстати, спорт плюс включить, немножко попердеть выхлопом. Так. Поверните направо. Поверните направо. Хорошо, хорошо. Так. Прямо 2 километра. Нормально. Цэшка, конечно, не особо, как бы, это самое конкурирует, но звучит тоже неплохо. Цэшка пока стоковая. Ребят, и напоследок, перед тем, как я сейчас отдам тачку на ТО, хотел рассказать охренительную историю. Короче, у меня аккум на М5 начал потихонечку помирать. Во-первых, потому что тачка одно время там, ну, бывало, стояла. Не одно время, а просто бывало, простаивала. Я просто, как бы, ну, реально забывал даже тупо прогреть там. И, короче, ну, аккум от этого, само собой, садится. Плюс ко всему там то оклейка, то там фары, когда делается оно все это, как бы, да, и работает какое-то время. Тот же чип, когда заливается тачка там с включенным зажиганием. Плюс время, как бы, прошло машине уже, как бы, три года получается. И, как бы, вот каким-то образом он у меня подсдох. Вот, как бы, реанимировать его бы уже бесполезно. Потому что проходит время, он уже, как бы, ну, потерял свои свойства. Я такой думаю, блин, типа, меня ждет ТО, но я, конечно же, не буду у дилера покупать аккумулятор. Я, как бы, думаю, найду что-нибудь, может быть, там, да, ну, что-то подешевле. И вообще, я, честно, даже не смотрел цены у дилера. Вот, я понимаю просто, что тут я обосрался. Потому что аккумулятор на М5 F90 только оригинальный. Как вы думаете, сколько стоит? 68 тысяч рублей, блядь. 68 тысяч рублей стоит аккумулятор, блядь. Аккумулятор за 68 косарей. Сука, это пиздец. Это просто пиздец, реально. Вы понимаете? 68 тысяч рублей за аккумулятор. Что это вообще? Я сначала думаю, что, блядь, это, блядь, самый дорогой аккумулятор, сука, в моей жизни, блядь. 60, сука, 8 тысяч рублей. Пиздец. Это что, пиздец? Ну, реально, согласитесь, это, блядь, немыслимая хуйня, реально. То есть, так вдуматься. 68 тысяч. Я не знаю, сказать, что я охуел, я ничего не сказать. И все, как бы, а вариантов нет. Не, ну, конечно, можно оставить его, но я как-то, знаете, вот, мне кажется, когда дело доходит до такого, до таких вещей, ну, типа, блядь, аккумулятор, это все-таки важнейшая часть, потому что просто ходить с бустером каждый раз и прикуривать, там, от другой машины, ну, такое себе. Как бы хочется, чтобы, да, все это дело было в порядке. И, блядь, 68 тысяч рублей. Это вот вкратце, наверное, вот от чего я, вообще, вот, меня многие спрашивают, каково это эксплуатировать, такие машины. Ну, в принципе, на самом деле, ну, разницы пиздец колоссальной нет, потому что там по ТО, ну, конечно, дороже, там, чем на Kia, на Hyundai, например, там, на Lada, понятное дело, как бы. Но, если брать просто BMW в целом, то там M5 обслуживание, да, тоже ТО какое-то плановое, оно стоит ненамного дороже, чем на какую-нибудь копейку, например. Ну, ненамного дороже. Вот, а тут я охуел, то есть я тут реально просто охуел, потому что, ну, аккумулятор, сука, 68 тысяч рублей, вообще, как он может столько стоить? Он, блядь, из чего там, нахуй, сделан-то вообще? У меня просто других слов нет, потому что я реально в шоке. Короче, ребят, вот такие вот делишки, а, собственно, я мчу на ТО, отдаю тачку, я даже не знаю, что будет еще в этом влоге. Прямо на ней километры. Ебенет-то она, а, вот она ебенет, вот просто ебенет, по-другому не сказать, просто реально ебашит. Зеленый так аккуратно, вот так вот, смотрите, сначала, оп, с поворотничком, все как бы нормально, а потом... У меня такое ощущение, что она от жары буксует, потому что сейчас только что сработала стабилизация. Мда. Ладно, едем отдавать на ТО-шку M5. Ну давай, показуй, покажи, что там у тебя, 6.2, Atma. Смотри, как надо. Ну ничего, Сэшка скоро тоже зазвучит, хотя, мне кажется, отстрелов не будет, хотя, хрен. Такое, блядь. Жарко очень. Я уже про это только что сказал. Самый крутой выхлоп должен быть здесь, да, это вот мне уже безумно интересно. Ну у меня консервные банки, ничего страшного. Ох ты какая, смотри. Вот это нормальная тема. Гольф. Гольф. да пердит как надо пердит как надо это мне нравится не пердешь на самом деле прикольный все-таки хоть он конечно своеобразно на бэхах и звучит она не так как конкуренты тоже неплохо по моему еще не всегда пердит кстати да но в основном пердит реально консервные банки 3 километра питерский пердун кто у нас такой красивый а сегодня что за наряды ты там сейчас труханы свои заслужишь коричневые шутка да короче парковка беда тут я не знаю мы решили давай стой дежурь я пошел отдавать наши когда обычно к отдаешь машину куда-нибудь проверяешь ничего не забыл нужно потом что он забыл и не возвращаешься ладно что постоишь тут пока я хочу показать как вывезет кошмары на самом деле ну приходи как нибудь пиши звонец чё булки чуть не попал под колеса велосипед все пока прощай ребят как выглядит кошмар на самом деле вот они блять пиздец еще больше можно было решетки как вам друзья такое мне кажется или их очень много здесь я бы семерок до хрена стояла такое да их реально посмотрите сколько просто немыслимое количество ладно короче отдаю тачку надеюсь быстро все будет сегодня вечером главное чтобы готово было не люблю оставлять с ночевкой так скажем тачку где то итак друзья у нас уже следующий день в общем то да я вчера забыл по итогу так скажем рассказать что было с бэхой но все нормально маленькое то было бродяно полтора часа всего лишь это на все заняло поэтому тачку вчера забрал и друзья сейчас мы находимся в цешке вместе с вот этим вот замечательным молодым человеком вот с Олей а-да здрасьте что по ножкам ножки 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 там кстати друзья да не обращать внимание вот на бутылку на ту сейчас я попозже попозже чуть попозже на самом деле ничего веселого ребята потому что сейчас мы едем на цешке и уже опаздываем знаете куда просто неожиданно Булкин и Оля едут сдавать тест на коронавирус Да, на самом деле более, ну, короче, сейчас я попытаюсь заснять весь процесс, да, вот именно сегодня мы поняли, что мы хотим это сделать, нет, у нас нет ни симптомов, ничего, ну, по крайней мере, слава богу, что вроде все окей, но для собственного, так скажем, успокоения есть, так скажем, как это, повод, повод провериться лишний раз. Да, друзья, на самом деле, ну, мы экспресс-тест заказали, так скажем, да, едем на экспресс-тест, то есть врач должен будет выйти, взять мазок, мазок у нас прямо из машины, то есть такая услуга. Есть, кстати, экспресс-тест, это нифига не 3, там, часа, кто-то говорил, 15 минут, это в течение суток все равно, вот, поэтому мы сейчас едем на С-шке, намножко сейчас ускоримся. Короче, вот, поэтому сегодня мы сдаем, сейчас, если получится, говорю, запишу весь процесс, потом у нас тоже есть такие маленькие планы, в общем-то, да, и, друзья, что я хотел сказать, на самом деле, еще, я хотел сказать о том, что увидел тут в комментариях, что многие просили, типа, Булкин, а ты не хочешь снять 24 часа из своей жизни? На самом деле, друзья, такой видос уже на канале есть, я его снимал в конце 2018 года, ссылочку оставлю в описании, но день, так скажем, тот, это, как бы, не день сейчас, поэтому каждый день, в принципе, отличается, и почему бы, например, тогда не заснять, типа, жизнь, один день из жизни Булкиных? Поэтому, ребят, если вы хотите, да, тот видос получился на час с небольшим, вот, во-первых, напишите компактным его сделать или не компактным, и вообще, хотите или не хотите, мы что-нибудь подобное сделаем, но это, конечно, не будет день... Компактность, это не твое. Ну, да, да, я согласен. Короче, это будет, конечно, не это самое, не самый там обычный день, когда я бываю, что сижу просто дома за компом, а что-то, когда будет интересное, поэтому, в принципе, можно, можно, да, скажу, что вы напомнили, идея неплохая, но, опять же, напишите в комментариях, хотели бы вы или нет. Что? Так сказать, спорт плюс ключик. Атмосферка 6,2. Задний привод. И очень хорошая резина. И дождь. Не, на самом деле, вот на этой резине, которая сейчас, она, тачка стоит, я не доволен как. Ну, типа, она должна лучше стоять. Надо просто поставить нормальную резину не для отжигов, пернаутов и так далее. А что-то, как бы... Нет, если поставить вообще офигенную... Хотя, ну, я езжу, как-то, и мне на самом деле нормально. Вот. Но зашип... Сентеризация на 165 км в час срабатывала нормально. Жесть. Ну, мне тоже кажется, что если поставить нормальную резину, будет вообще огонь. Да, 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 кажется. Не, ну, идет хорошо. Дет хорошо, мне нравится. В общем, да, сейчас на самом деле это самое. Ну, опять же, без паники мы, как бы, тоже вполне спокойны. Просто вот мы поняли, что нам надо это сделать вот в этот момент. Поэтому я надеюсь, что... Ну, для меня реально непонятно, почему вот, как бы, сейчас. Реально посмотреть статистику типа зараженных, ну, плюс-минус такое же количество, как там месяц назад каждый день прибавляется. Поэтому, как бы, непонятно вообще, что происходит, если честно. Вот, друзья, ну, как бы, вот, кстати, напишите, вы вообще вот были на самоизоляции? Я понимаю, что, как, вроде бы, там, в марте, в апреле обычно все интересовались этим вопросом, но я считал, что тогда точно нужно было. Сейчас тоже непонятно, с одной стороны, тоже за таких, ну, при таких цифрах, которые ты видишь там, да, по зараженным, тоже хочется лишний раз лучше дома посидеть. Но уже, как бы, июнь, как бы, непонятно, что и как. Но, друзья, если вы все-таки проводите много времени дома, то я вам рекомендую заценить такую игрушку, как GTA V, но не просто, а GTA V RP. Я, между прочим, сам там играю на первом сервере под названием Downtown. Полная свобода. Виртуальный персонаж создаете, и все, как в реальной жизни. Развиваете его, прокачиваете, устраиваетесь на работу, покупаете дома, тачки и, в общем-то, все такое в этом стиле. Ну, короче, та же GTA V, всеми знакомая, только на Roleplay сервере отыгрывает свою роль, точнее, роль своему персонажу, и, ну, действительно интересно. Ну, и, друзья, чтобы, так сказать, скачок, старт, точнее, был, нужен скачок, да, поэтому, друзья, я советую вам, какие у нас неровности, советую вводить промокод BULKIN, он даст вам 12 500 игровой валюты и 10 дней платиновой IP. Так что, друзья, как начать, ссылочка будет в описании. Ну, а тем временем, почему-то здесь мокро, только что было сухо, пока мы ехали, дождик прокапал, закончился. Вообще, сегодня грозу обещали. Кстати, я замечаю, что, когда Оля держит эту камеру, она держит ее все время вот так, вот снимает с каких-то ракурсов, вот так, а при этом, когда она снимает на BULKIN DRAG, например, какие-то видосы, будучи вторым оператором, это, видимо, из-за того, что ты не видишь, да, экранчик? Я не вижу, ну, экранчик и... Вот сейчас ты вообще ее держишь просто максимально криво, как можно. И сейчас ты смимо снимаешь люк. Вот так вот, да, хотя бы, так же получится. Ой, ребят, ну ладно, короче, на самом деле, нам остается вроде немножечко... Взял обосрал меня? Да нет, ну нет, ну ты молодец, потому что, ребят, вот вы если не знали, она реально вторым оператором в большинстве случаев бывает, то есть вот второй ракурс камеры всяких видосов с этим, ну, на BULKIN DRAG, то, что выходит. А вот почему-то, когда даешь ей эту маленькую писюльку, она с ней обращаться не очень хорошо звучит. На самом деле, короче, да, мы опаздываем уже на 4 минуты, остается 3 минуты, мы едем. Друзья, попробуй сейчас заснять процесс, надеюсь, что это получится, потому что, в принципе, мне кажется, что... Уже звонили, по-моему. Уже звонили. Короче, мне кажется, это да, весьма интересный процесс. Три минуты, да все, уже приехали. Так что, ребят, сейчас. Так, короче, ребят, мы приехали. Я забыл еще вот что сказать, то, что я перед выходом из дома выпил уголь. Я не знаю, потому что нам сказали по телефону, что нельзя, ну, есть ничего, максимум можно воду пить. Помимо того, что у меня язык там черный, о, идет. Так, вот, помимо того, что язык черный, я еще как бы не знаю, что с тебя начнем? Ну, что с меня? Я могу с меня, да. А вот оно, сюда надо ей сказать. Какие-то признаки ОРВИ вас беспокоят? Нет. И какие препараты от простой Трифы не принимают? Нет. Хорошо. Смотрите, берется два мазочка, один из носоглотки, второй из зева. Протептура неприятная, особенно, когда из носа берется мазок, но это довольно-таки быстро, поэтому через 5-10 минут, если будет дискомфорт, он пройдет. Из любой ноздри можно мазок брать. Это вопрос? Да. Ну, да. Ну, знаете, у нас часто бывает, что просят там не брать из какой-то там в связи с искривлением или операцией. Не, не, все. Да, я стараюсь, спрашиваю. Хорошо. Я единственное, где-то час назад уголь активированный выпил, это никак не повлияет. Дети, если хорошо, чтобы вы не ели, по крайней мере, чтобы не было обратного запроса. Какой из носа берем назад, это не страшно. Воду пить можно, но нежелательно, например, трапезничать. По-моему, это не очень хорошо. Можете просто облокотиться, чтобы у вас опора была, и немножко потерпеть, в течение 5-ти секунд. Так, сейчас что-то у вас там отечное, слизистое. Спасибо. Это вот это вот, да, было неприятно? Да. Нормально? Ну, нормально. Я сначала такой лиза была, как будто вам неприятно. Сейчас я все говорю. Ну, как-то так, да. Терпимо? Ну, кто-то, знаете, говорит, что вы посчитали на глаз. Ну, вообще, да, в глаз почему-то отдают. А сейчас есть какие-то ощущения? Ну, щекотно просто. Нет, все в порядке, все. И нужно хорошо открыть рот, заснуть язык и не прятать языком. Да, у вас прямо видно, что вы активировали уголь, пили. Да, вот я потом только об этом подумал. Как тебе? Глотка? Нет, глотка-то как? Нормально. Фух, ну, тут не то, чтобы слеза, конечно, потекла. Просто что? Ну, это не обычный. Заплакал я. У тебя даже ротная реакция не было. Да не, ничего страшного, это быстро. Нет, просто страшно. Отделался такой, блин. Сейчас посмотрим, как ты перенесел. Ребята, вы когда-нибудь видели, что Булкин плакал? Ой, блин, запляпал. Ну, слушай, тебе в ухо, да, получается? Что, прям, вообще не очень? Не, мне только вот сам момент, когда это засунули. Короче, друзья, в принципе, вот, да, по ощущениям. Ну, я могу с своей стороны сказать, ты можешь с тебя, можно с ним? У тебя зато слез не было. Я тут расплакывался, видишь, как по-разному. Что-то... Ей в ухо отдало, вот почему-то ей больно ухо теперь. Короче, ребят, значит, тест... Фу, блядь, тест. Мазок из носа и из глотки. Соответственно, ну, из глотки, в принципе, ничего такого. Ну, так, чуть-чуть рвотный рефлекс срабатывает. Хотя у тебя чувствительные... Ну, да, я просто знаю, что это быстро. В принципе, мне, по-моему, это делали, потому что я аллергик, астматик, и мне, короче, как-то еще в детстве, по-моему, поэтому я примерно знал, что меня ждет. Ну, терпимо, это все 5 секунд, вы только что все видели. Вот у меня лично слезы просто, и как будто реально глаз зачесался левый. Вот, а так, ну, вот Оле ухо, ну, это все. Вот сейчас, например, уже прошло, получается, минут 7. Уже совершенно ничего не чувствую. Соответственно, результаты либо завтра, либо послезавтра придут на почту. В принципе, наверное, будет логично в конце влоги, друзья, вам озвучить, какие у нас результаты, но я надеюсь, что все-таки отрицательные. И ничего у нас нет. Вот, а, соответственно, мы сейчас, наверное, поедем, прокатимся за город. Вот, чтобы, так сказать, у меня тут заначка, чтобы потом посадить только его за руль. Вот, а еще наш, ну, я не буду называть, потому что подумают, что реклама. Наш любимый, наверное, единственный любимый ресторан за городом, он заработал, ну, он, в принципе, ну, он какое-то время не работал, но он заработал на вынос, типа, да. И мы сейчас возьмем, там такая пицца охуительная, просто. Мы покажем, можем прогуляться там, показать вид. Да, покажем вам вид, возьмем пиццу, я открою свою бутылочку вишневого сока, и, ай, немножечко сегодня отдохну, после вас мазка. Вот, поэтому все, мчим, вот, ну, еще поболтаем, а сейчас, наверное, насладитесь немножечко видом местности, выезды из-за город, там, что-нибудь, я не знаю, что-нибудь красивое можно здесь подснимать. Ну что, друзья, по-моему, красотища, по-моему, красотища. И вот там, короче, у нас залив, тут у нас, короче, девочка с камерой. Что ты там делаешь? Общаешься с любовниками? Да. Короче, мы заказали покушать, 15 минут уже прошло, поэтому мы возвращаемся. Смотри, фреш приехала. Блин, это будет... Фреш приехала? На чем? На Шкоде. А, Шкода. Нет, стоит. На Доресток. Ну, такая, да. Короче, друзья, да, сейчас мы забираем наши пиццы, и, короче, сейчас будет просто вкус... Вкуснятина, не, вообще-то пепперони, пепперони просто лучшее, которое я когда-либо ел. Так что, друзья, сейчас забираем, я сейчас вам покажу, как это вкусно. Пожелаю всем приятного аппетита, если кто... Хотя, наверное, вы уже все съели, если начали смотреть и начали кушать, собственно, вертолет. Запах, да, запах хороший. Короче, друзья, one moment, и это самое, покажем вам вкуснятину. Блин, тут мошки какие-то. Все вот так и есть, да? Ага. Ой, ребят, короче, всем приятного аппетита. А, магия, магия. Только мой сок. Блин, мошек, до хрена. Оля дрочит, сок контент. Открылась? Надо аккуратно дрочить. Да, я думаю, может выплеснуть соус, если не аккуратно дрочить. Знаешь, такой поговорок? Мошек, до хрена, не садятся на... Посмотри, просто кружат. А я что сделала? Пиздец, сейчас мой салат атакуют. Я прикрою его пока что. Нездоровая фигня, мне кажется. Мы можем уехать в другое место. Да, я бы уехал в другое место. Поехали. Поехали. Так, друзья, ну, по-моему, дело совершенно другое. Правда, здесь машина ездит, но видок прям здесь хороший. Как бы вот такая вот ситуация. Смотрите, какая жопа вам нравится больше? У тебя жопа бесформенная, кстати, в этих шортах. Я знаю, потому что вот они. Большие. Я туда тоже снимать надо. Смотрите, ну-ка, обтяни жопу. Что здесь? Ну, сделай, чтобы она... Блин, ну они такие свободные. Ну, они потому что вот, смотри, я... Да я понимаю, за счет мне показываешь, там видно было. Может, вы не думали, что я какая-то... Безжопная? Нет, так ты натяни их жопой, я говорю, какая жопа лучше. В смысле, да? Ну, поверни жопой только. Ну, интересно, да. Ребят, вы... Ну, не надо эти вставлять, пожалуйста. Не, вот сэшки жопы-то, конечно, лучше, понятное дело. Да я сама даже тебе скажу об этом. Что, сэшки жопы лучше. Ну, все, кушай два салатика, худей, еще чтобы шорты спадали. Короче, друзья, это реально очень вкусно. Такой видок. С вилкой такой хожу чисто. От первого лица. Сталкер. Короче, ребят, только начали кушать подписчик Калина Спорт. Вот, понимаете? Просто, блядь. Я просто влог снимаю как раз попутно. Посмотрите. Ну, пушка же, а? Давай, расскажи, сколько тут? 163 силы ты сказал, да? Показала? 163 силы. Впуск, выпуск, прошивкин. По-моему, инварин сайт. Форсунки другие. Но она очень грамотно настроена. Но она из того, что... А, она еще из того, что 4,4 пара стоит. И так, не очень. После 140 там уже обороты просто у тебя в космосе. Слушай, ну, блин, белая она смотрелась еще круче, мне кажется. Смотрелась белая. Мне не понравилось. А, да? А ты новую прям брал? Нет, я ее брал несколько месяцев назад. И сколько пробег? 52. Это год 15-16? Конец 15-го, да. Она еще идет сенсорной магнитолой. Так вот. И много других. Слушай, ну не знаю, круто они. Я просто сейчас вот как раз рассказал, что я хотел Весту Спорт. Чувак, где просто не поверил. Не, ну реально в них что-то есть. Вот реально я и Калину Спорт на самом деле тоже смотрел. Вот именно вот, которая дорестовая совсем, но она уебищная, честно. А вот эта вот прям хороша. И вот с морды от Гранты тоже так себе. Слушай, но цена на них кусачая. 400 тысяч, если кто и хочет. Вот такая вот, да? И я забрал 370. Но она прям без ДТП там, да, нормальная? Слушай, да. Единственное, что вот, проблемы были вот в этом. Ну это ладно. Это камень сюда прилетел, но сюда в любом случае будет другой бампер. Так вот, я нашел уже, я хочу, Мюгин. У них там есть такой типа изнообразненький, а-ля миссер, и выглядит прикольно. А как салончик и покажи? Блин, ну так и там сзади срать? Да, не, давай спереди посмотрим. То есть сенсор на это идет сразу, да, вот экран? Он, как у тебя, когда-то был ГТР. Типа того же, да? А, точно, он же там показывает всякую херню, типа. Это прям с завода так идет, да? Да, но тут прошивка стоит, и завода он не очень интерфейс. Блин, прикольно. Там выхлоп, конечно, тут не слышно ничего было. А с завода она просто тихая, да? Да, с завода она такой. А-ля пола. Слушай, ну я вот считаю, что, например, если рассматривать что-то в таком бюджете, почему бы и нет? Типа брать Solaris Rio, ну, а тут как бы... Даже Solaris Rio ты не возьмешь нормально. Ну да, да, да. И я связал сам. Не, ну если говорить 400-600 вот в этом бюджете. Лучше взять, сэкономить, взять Calibus Sport и все наваливать. Ну да, она веселее будет, она бодра будет. Она будет бодра и интересно. Правда у нее все равно есть для города минусы, допустим. Слушай, она на этом, ну, она же посажена, да, у тебя? Нет. Это стоковая такая она? Офига. Ну такая, низенькая, низенькая. Ну если ты хочешь как-нибудь вернуться в... Ралли-спринты? Да. Она тебе нейтрально подойдет. Не, она кайфовая на самом деле тоже. Короче, ребят, покушали. Уже закат. Между прочим, время, чтобы вы понимали. Сейчас вам покажу, сколько. 22.40. Как бы вот, белые ночи. То есть, как бы вот примерно... Ну еще темнее будет, конечно, но в Питере вот как бы примерно вот такая вот атмосфера ночи. Ребят, я понял, что, наверное, вы расстроитесь, если я вам не покажу пиццу. Еще не тронутая. Ну, блядь, она что-то подгорела, конечно. Что-то... Такое, знаете, чисто говорю, блядь, лучшая пицца в итоге открывает там подгоревшая. Просто только что ее открыл. Что-то как-то, да, выглядит не особо. Но вкус просто отменный. Страшилка моя. Страшилка. Друзья, у нас следующий день. И у нас сегодня съемочный процесс. Я думаю, что мы сейчас уже будем заканчивать блог. Короче, да, многих интересует тест. Результаты уже известны. Прошло на... Ну, с того момента три дня. В итоге результаты были... Через сколько нам пришли результаты? На второй день и ночью. На второй день ночью. А, то есть мы вечером сдали. Весь день ждали. И ночью пришел, да. В общем, друзья, результаты отрицательные. Ну, то бишь, ничего не выявлено у нас у обоих. Но, да. Кстати, Доминик тоже... Привет. Привет. Как дела? Не знаю. Он тоже попадал, так скажем, под опасения. Но Доминик сказал очень холоднокровно, что, ребят, вы сдадите тест, а потом, если вдруг что, я тоже буду сдавать. Да, ты так же сказал? Да. Он решил не сдавать, но теперь ему точно нет смысла. Поэтому... Да, погоди, я чего не настроил. Короче, ребят, да, мы сейчас снимаем то, что вы уже, скорее всего, видели. Это было-не было. Скорее всего, ролик выйдет этот раньше. Ну, в смысле, тот. Ну, короче, было-не было, выйдет раньше. Поэтому вы, наверное, уже знаете, как прошла съемка, как вышел видос. Вот, друзья, ну, наверное, мы будем заканчивать этот Bullking Days на этой ноте. Соответственно, напоследок скажу только одно. Может быть, кто-то упустил этот момент. Дело в том, что вот эта Ешка 350. Ну, сейчас, конечно, она не очень мытая, но это самое. Она, конечно, будет вся вымыта перед тем, как попадет кому-то из вас, друзья. Да, эта тачка прямо сейчас находится в розыгрыше. Причем, скорее всего, когда выходит этот ролик, остаются считанные дни до того момента, когда рандомным образом кому-то эта Ешка достанется. Поэтому, друзья, хочу напомнить, что условия максимально просты. По ссылочке в описании вы можете перейти в мой Инстаграм, подписаться на меня, а также на все мои подписки. Только не на всех моих подписчиков, потому что там миллион двести тысяч, а на подписки. И, соответственно, случайным образом кто-то получит эту тачку. Вот, это, получается, уже какая машина такая-то? Матрешка первая, вторая Камри, потом 221, да? Четвертая машина. Четвертая машина, которая у меня разыгрывается. Ну, вот, как вы, кстати, доказательство этому. Кстати, то, что я говорил, что на ней езжу пока кайфую, пока она у меня, потому что мне нравятся такие машины этих годов. Вот, пожалуйста, сегодня тоже на ней. Вообще, рассвет. Сколько время? 4? Где-то или сколько? 4.44. В общем, ребята, огромное спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам понравился этот влог. В принципе, много чего интересного было. Вот, поэтому, да, и насчет 24 часа. Вот, вот это самое. Вы напишите, напишите, потому что... Я думаю, что получится интересный такой тоже семейный видосик. 24 часа вместе с нами. Как мы проводим наш день. От и до, так скажем. Все, друзья, а вот мы пока... Ты, ты, не, давай ты лучше здесь будешь. Вот теперь вы знаете, почему она сидела именно там. Как это происходило? Такой бэкстейдж. Что, нормальный ракурс как? О, слушай. Мы же хотели, чтобы дороги не было видно. Вот, и так не получится. Что, красиво думаешь? Мне кажется, Олю надо сдвинуть. Куда? Куда? Ну, метров на 15 туда вот. В каналы? В каналы закинуть. Ладно, друзья, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok